2 апреля в зале заседания администрации района состоялась встреча общественного совета. Собравшиеся обсудили два вопроса, один из которых – ключевые цели и ожидаемые результаты реализации национальных проектов на территории муниципалитета. По каким направлениям будет работать Сергийский район и как будет вестись работа, рассказал председатель районного собрания представителей Юрий Анцинов. Согласно его докладу в Сергийском районе утвержден план реализации 10 национальных проектов – безопасные и качественные автомобильные дороги, экология, здравоохранение, культура, образование и демография, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, жилье и городская среда, производительность труда и поддержка занятости и цифровая экономика. Каждый из них призван улучшить качество жизни для жителей Сергийского района. В рамках проекта «Экология» и по госпрограмме «Чистая вода» в Кандабулаке и Калиновке начнутся работы по строительству водопровода. Будет проведена большая работа в рамках проекта «Культура». Так муниципалитет получит автоклуб, оснащенный звуковым, световым и видеооборудованием с автономным источником электроэнергии. Данное приобретение позволит проводить мероприятия на любой доступной для проезда территории. А в рамках федерального проекта «Культурная среда» и «Нацпроектов культура и демография» в Сергийской центральной районной библиотеке появится Центр семейного чтения. Очень важное направление, очень важные задачи поставлены. Я думаю, что после реализации вот этих проектов жизнь в нашей стране значительно улучшится, прежде всего для жителей Российской Федерации. Общественники обсудили еще один вопрос, ставший наболевшим – реформу ТКО. Начальник промышленно-коммунального отдела районной администрации Галина Тупик пообщалась с присутствующими на тему заключения договоров, в частности сообщила о графике выезда представителя регионального оператора в поселении муниципалитета. Обсудили собравшийся и предстоящий месячник по благоустройству. На самом деле сегодня очень много еще неясного. Пока, значит, реформа в стадии становления. Вопросов у нашего населения очень много. Хотелось бы все проблемные темы сегодня обсудить, чтобы общественность, наши лидеры общественного мнения могли в работе с населением разъяснять основные принципы, подходы, ну и основные направления деятельности по данному вопросу. Валентина Пликарпова, Антон Иванов. Информационная служба телеканала «Радуга-3». Валентина Пликарпова, Антон Иванов. Информационная служба телеканала «Радуга-3». Валентина Пликарпова, Антон Иванов. Информационная служба телеканала «Радуга-3».